всем привет дорогие друзья меня зовут анастасия я живу в алании в турции уже более 10 лет и на моем канале вы можете посмотреть много интересных и полезных видео о жизни отдыхе и бизнесе в турции сегодня мы с вами как вы думаете где мы находимся а мы сегодня с вами в анталии выставочном центре анфас и здесь проходит выставка мебель все самое новое и интересное но помимо того что мы вам покажем все самые новые тенденции в мебели в тканях производстве поговорим с профессионалами в этом видео я также расскажу вам о пяти самых важных пунктах которым я следую когда покупаю мебель для дома для офиса или для каких-то других наших проектов поэтому подписывайтесь на канал захотите в описании к этому видео смотрите все самые полезные интересные ссылки но и конечно же не забывайте бронировать туры в турцию со скидкой 500 рублей по промо-коду который вы увидите в описании к этому видео на этой выставке мы хотим показать вам самые интересные примеры мебели которые производят в турции и например вот это вот мебель из дерева грецкого ореха производят в испарте посмотрите какие здесь есть детали вот это вот дерево растет не во всех районах турции на востоке и на юге и здесь даже есть те предметы которые сделаны из цельного дерева для кого производят вот такие вот столы улья столики и так далее а для тех кто хочет что-то интересное и индивидуальное в своем доме в гостинице или в кафе конечно же это не дешевая мебель это достаточно дорогая мебель и все производится по индивидуальному заказу как вы видите большой интерес привлекает этот стенд поэтому у меня кстати тоже привлек тем что здесь все очень просто натурально и красиво вот например этот стол сделан из двух частей а стол который находится чуть дальше из цельного цельного дерева грецкого ореха поэтому друзья если вы хотите что-то интересное присматривайтесь вот таким вот небольшим фирма который производит действительно оригинальные качественные и натуральные вещи прежде чем совершить какие-то покупки в первую очередь это самый главный и самый важный пункт нужно составить список того что вам необходимо купить конечно же начать вы можете с предметов мебели и закончить предметами декора такими как ковры аксессуары вазы картины и так далее то что касается предметов мебели крупных предметов мебели таких как кровати диваны кресло стулья столы и так далее обязательно прежде чем совершать покупки нужно составить точный список в соответствии с тем где будут находиться эти предметы мебели прям сядьте и распишите если вы собираетесь обставить квартиру распишите подробно какие предметы мебели вы хотите видеть какие цвета какие фактуры и так далее если это офис также я всегда поступаю так я составляю план того где и какая мебель будет находиться помимо того что я пишу список я также рисую какие предметы мебели где будут находиться все вплоть до ковров вплоть до картин вплоть до мельчайших деталей интерьера поэтому друзья самое важное и самое первое сядьте и составьте список того что вы хотите приобрести что самое важное для хорошего самочувствия и какая комната в доме является также ну практически самой главной это конечно же спальня в которой должна стоять удобная красивая комфортная и мягкая кровать и когда мы говорим о кровати мы говорим о матрасах подушках и об одеялах вы прекрасно знаете что видов матрасов подушек одеял очень много и конечно же для каждого человека нужно подобрать подбирать индивидуально поэтому видов матрасов очень много и представитель этой компании расскажет нам о том как правильно подбирать матрас под свой вес возраст и так далее мераба мераба снастасия нам hoşgeldiniz öncelikle ben firmamızdan bahsedeyim майвиско маркасы мегабет аноним şirketinin bir iştirakidir маркасы измир торбалады интегрый фабрикамыз мегабет анонимы снасты в этом доме. И так же, мы вернемся к ним. few days ago, уже охлаждаться с того места. Медивительная садами, альянский сад, пакет на локалях как-то, просто пакет на локалях, но ящеринка, как-то неудивительная садами, мы должны быть правильным истителем, какую-то кило, как-то, какая-то, на это. И с помощью пакет, мультимедития, с помощью пакет, антиалерик ve antikanсerojen модели. Без buna çok dikkat ediyoruz. Çünkü yatak, direkt sağlıkla ilgili bir üрин. Bizim hiç kimsenin sağlığıyla оynamaya, тicari anlamda hakkımız yok. Doğru kişiye, doğru yatağa vermeye çalışıyoruz. Tabii ki bu ekonomik bir seçenek. İnsanların alabileceği en iyi fiyatlı ürünlerimizi vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda da fiyat aralığımız Оптимум seviyede çok yüksek fiyatlarla ürün satmıyoruz. Инсанların улашabileceği rakamlarda ürünler satmaya çalışıyoruz. Biz aynı zamanda tekneler, карavanlar için de özel ölçülerde yataklar üretiyoruz. Özellikle vispo elastik malzemeden yapılmış yataklar tercih ediliyor. Yatak üretiminde Türkiye очень iyi bir noktada. Zaten bizim ihracat kalemlerimizde en büyük payı sağlayan mobilyadır. Bunun içinde de yataktır. Avrupa'da birçok ülkeye, Türkiye'den birçok firma ihracat yapıyor. Buna biz de dahiliz. Ve bizim için çok önemli bir kıstas. Neden? Bizim standartımızı yükseltiyor. O tarz ülkelere ürün yapmak bizim kendi standartımızı yükseltiyor. Ürünün üretiminden tutun, ambalajlamasına kadar bizi yükseltmesini sağlıyor Avrupa'ya yapılan ihracatlar. İsteyen var. кроватей разный дизайн матрасов прежде всего это касается трендов например сегодня тренд вот такой завтра тренд квадратики кружочки цветочки и так далее но это также касается того для кого подходит матрас например более упругие матрасы не мягкие матрасы подходят для людей у которых есть вес а для тех у кого нет веса тот может спать вот на таких супер супер мягких кроватях вот эти вот кровати мои самые любимые почему друзья кровати для людей у которых есть вес у которых нет лишнего веса отличается потому что когда человек у которого например вес 100 килограмм ложится на эту кровать он у нее проваливается как в облако и ему неудобно а если кровать плотная и упругая тогда человек будет чувствовать себя комфортно ну в общем сейчас мы попробуем ой прилично эту кровать ну и самое главное помимо того что вы когда вы покупаете ортопедические матрасы не забывайте о том что очень важно пользоваться и ортопедическими подушками ортопедические подушки в профессиональных магазинах вы также можете попробовать на них полежать вот эти вот все примеры они стоят в магазинах именно для того чтобы вы на них полежали попробовали удобно вам или нет и в конечном итоге выбрали какая кровать вам больше всего подходит кстати сделать размеры этих кроватей можно совершенно разные от стандартных 90 на 2 до супер king сайза в зависимости от того где эта кровать будет стоять поэтому друзья когда выбираете кровать обращайте внимание на ваш вес ваш возраст если у вас какие-то болезни и самое главное пробуйте полежать на кровати и берите ту на которой вам будет удобнее всего а ребята из этой компании обещали нам показать свою фабрику которая находится в из мире поэтому ближайших видео точнее в марте месяце мы отправимся на фабрику по производству матрасов здесь есть пример и кстати покажу вам как выглядит матрас изнутри на самом деле это очень сложное техническое сооружение и мы с вами отправимся на фабрику и посмотрим как эти матрасы производят на самом деле когда вы составили список того что вам необходимо прежде чем что-либо покупать нужно сравнить цены и качество ну например вам необходимо приобрести диван у вас есть определенный бюджет поэтому прежде чем что-то приобретать посмотрите в различных магазинах цены на подобной модель а самое главное качество потому что похожие модели могут стоить и 500 лет и 50 тысяч лет поэтому сравните модели сравните цены и если есть возможность обязательно посмотрите отзывы клиентов потому что на большинстве сайтов на большинстве самое главное страничек в фейсбуке различных компаний есть отзывы клиентов и прежде чем делать покупку сравнив цены качество и отзывы клиентов запишите плюсы и минусы той или иной модели например вам понравилась какая-то модель очень классный дизайн цвет который вам подходит но качество чуть-чуть вас не устраивает есть другая модель чуть подороже с хорошего качества но цвет немножко вас не устраивает в этом случае вы решаете сами чем вы жертвуете качество или цветом поэтому друзья это самое главное составит список определитесь по цене по качеству соответствии с вашим бюджетом поскольку мы показываем вам самые интересные модели на этой выставке фирма которая находится в городе и не гель недалеко от бурсы производит очень интересные модели диванов кресел стульев именно из ткани из джинсовой ткани сейчас я вам покажу модели ну а по цветам вы можете выбрать совершенно любой цвет соответствии конечно же с вашим вкусом с тем где будет стоять это мебель будет ли она у вас стоять на кухне на балконе вашем ресторане или например в гостиной конечно же такую мебель в основном выбирает молодежь и одна из очень интересных моделей которую я нашла на стенде этой компании это вот такой вот диван который обид полностью джинсовой ткани и как нам рассказали цвет джинсовой ткани вы можете выбрать в соответствии конечно же с вашим интерьером желанием вкусом и так далее есть все цвета от самых темных до супер светлых и каким образом вы можете выбрать цвет этой ткани например основной цвет вот такой вот темно-серый а вы хотите на тон поменьше и фирма может подготовить цвет ткани ну в зависимости в соответствии с вашими пожеланиями вот такая вот интересная модель дивана мне кажется она подойдет для квартиры например в стиле love или для какого-то уютного кафе а также для я не знаю для офиса для агентства по дизайну в общем очень очень интересный дизайн даже вот такие вот ремешки здесь есть и есть еще один набор который состоит из двух кресел и дивана этот набор выполнен также обид диванами джинсовой ткани но здесь вы видите ткань серого цвета и совершенно идентичное кресло которая обито джинсовой ткани синего цвета поэтому друзья когда вы обставляете свою квартиру когда вы выбираете какую-то мебель для вашего дома или офиса смотрите что-то необычное что-то интересное но что-то необычное интересное это не всегда значит дорого поэтому как я вам советовала всегда сравнивайте цены и не бойтесь выбирать новые интересные модели в соответствии с трендами или в соответствии с вашим вкусом еще один вопрос который может стать перед вами при выборе мебели это какую мебель покупать готовую или на заказ но здесь конечно же все зависит в первую очередь от вашего бюджета и от ваших вкусов например если вы покупаете какие-то небольшие предметы мебели вы можете купить готовую мебель если у вас ограниченный бюджет обязательно смотрите сравнивайте цены но например если вам понравился какой-то диван и вы хотите заказать обивку совершенно другого цвета эта функция возможно в принципе во всех магазинах на все виды мебели потому что придя в магазин вы можете увидеть какую-то модель и вам предоставят полный спектр цветов ткани и текстуры и так далее для того чтобы заказать цвет дивана или стульев или кресел под по вашему вкусу обязательно сравнивайте цены на готовую мебель и на мебель на заказ обязательно также выпишите какие есть плюсы и минусы мебели на заказ и какие плюсы и минусы готовыми обычно готовая мебель она дешевле но мебель на заказ например будет радовать вас своей оригинальности много-много лет и вы будете знать что эта мебель есть только у вас дома поэтому здесь тоже все зависит от вашего бюджета от вашего вкуса и от того где будет использоваться эта мебель на одном из стендов фирмы по производству мебели из из мира есть вот такой вот интересный диван и в этом сезоне кстати такой тренд это ткань но вот кожу сделанная под кожу и на самом деле эта ткань пользуется очень большой популярностью потому что она выглядит необычно и на ней не остается никаких следов никаких в общем чистить ее очень просто и одной из самых интересных моделей является вот этот вот диван где скомбинирована кожа и ткань также под кожу под замши но это не замши не кожа этот как и вот это вот фирма она впервые стала производить вот такие вот комбинированные модели здесь также есть модель где вы можете увидеть различную комбинацию ткани под кожу разных цветов но мне кажется очень интересно именно вот эта вот модель вот таким вот образом можно поднять или например опустить очень просто работает это эта система и конечно же заказав такой диван вы можете выбрать кожу совершенно разного разных цветов ткань подушки и так далее поэтому друзья пишите напишите обязательно в комментариях как вам такой диван мне кажется очень интересная модель вот таким вот образом мы поднимаем и очень удобно сидеть смотреть телевизор и такой диван кстати подойдет не только для например каких-то официальных мест ну я имею ввиду общественных мест типа офиса или гостиницы и так далее но очень очень удобно дома иметь такой диван поэтому напишите обязательно в комментариях как вам именно вот эта вот модель вот и Продолжение следует... Также существуют три варианта, где покупать мебель. Это магазин, интернет или магазины по продаже в тарифной мебели, поддержанной мебели, где можно также найти и новую мебель. Друзья, где покупать мебель, все зависит от ваших пожеланий, бюджета, того, какой вы мебель хотите и так далее. Но самое главное, всегда нужно составить, как я вам всегда говорю, список в соответствии с вашим бюджетом. Например, если вы хотите приобрести антикварную мебель, то антикварную мебель вы сможете приобрести только в магазинах, где продается вторичка. Если вы хотите что-то индивидуальное, интересное, и самое главное, все это пощупать, выбрать ткань, выбрать модель. Если вы хотите все посмотреть вживую, то, конечно же, вам нужно идти в магазин, потому что в магазине, как, например, и на этой выставке, вы сможете выбрать прям вот модель, цвет, фактуру, все, что необходимо для того, чтобы вы были довольны тем, что вы приобрели на 100%. И если вы хотите приобрести что-то очень дешевое, которое вам привезут домой, но вы не сможете это пощупать, то, конечно, вы можете выбрать это в интернете. Но когда вы покупаете что-то в интернете, не забывайте о том, чтобы прочитать отзывы. И самое главное, отрицательный отзыв. Потому что если вам придет что-то не то, вам придется это все отправлять обратно. Поэтому то место, где вы будете покупать те или иные предметы мебели, будут зависеть от вашего списка. И, как я уже сказала, какую-то мебель, например, вы закажете в магазине на заказ, а какую-то мебель совершенно дешевую, я не знаю, какие-то пластиковые стульчики или что-то, вы можете заказать в интернете. Поэтому покупка мебели не предполагает того, что все вы можете купить в одном месте. Вы можете купить, но вы можете также купить все в разных местах, в соответствии с качеством, в соответствии с количеством, ну и, конечно же, с вашим бюджетом и с тем, где эта мебель будет находиться. Поэтому все рассчитайте, и тогда покупка мебели 100% будет не только приятной, но и очень полезной, а самое главное, экономной для вашего бюджета. Ну и, конечно же, существуют так называемые тренды и мода, в соответствии с которыми фирмы производят мебель. Но тренды и мода не отменяют вашего вкуса. Если вы следуете трендам и моде, то, конечно же, вы знаете, что в этом сезоне модные тренды идут в сторону вот такого вот цвета бирюзового, более таких осенних цветов и так далее. Но если вы выбираете мебель, то в первую очередь выбирайте ее в соответствии с вашим вкусом. Например, я очень люблю мебель вот такого вот цвета бирюзового. Это, наверное, мебель для дома вот такого цвета, одна из моих самых любимых. Но, например, в офисе я предпочитаю цвета фиолетовый, черный, серый и белый. Поэтому в соответствии с тем, где будет стоять ваша мебель, обязательно выбирайте цвет, форму, фасон и так далее. А самое главное, чтобы эта мебель отвечала вашему вкусу. Вот, например, такой интересный диван мог бы... Напишите, кстати, в комментариях, где бы мог находиться вот такой вот интересный диван. Мне кажется, он подойдет и для гостиной, и для какой-то детской комнаты также. И не забывайте, никогда не забывайте покупать что-то интересное. Например, на стенде вот этой вот фирмы я нашла два очень интересных кресла. Одно кресло вот такое. Вот посмотрите, как красиво выполнены детали. И, несмотря на то, что это кресло очень современное... Вот тоже очень красивый пример. Несмотря на то, что это кресло очень современное, и может возникнуть вопрос, как, где, в каком дизайне его применить, если вы выберете тот цвет, который вы любите, а также поставите это кресло, например, в какое-то интересное помещение, или сделаете акцент на это кресло, то оно будет смотреться очень выигрышно. Поэтому, друзья, никогда не забывайте экспериментировать, никогда не забывайте следовать вашему внутреннему голосу, потому что, несмотря на тренды, несмотря на советы стилистов, специалистов и так далее, вам все-таки жить в этом интерьере. И кто-то любит, например, вот такие вот цвета, цвет кирпичный, он очень-очень успокаивающий, а кто-то любит, например, вот такие вот холодные серые цвета, поэтому, когда выбираете интерьер, всегда чувствуйте. Ну и, конечно же, когда вы где-либо покупаете мебель в магазине, это в интернете, или в магазине, где продается вторичка, обязательно спрашивайте, входит ли в цену карго, то есть привезут вам мебель бесплатно или за отдельную сумму. И также, если касается сборки мебели, например, если это шкафы, кухня, диван или так далее, также обязательно узнавайте заранее, входит ли в цену сборка мебели, или сборка мебели или карго будет отдельно. Это очень важно, потому что сборка мебели и цена за карго может быть достаточно существенной. Поэтому, друзья, когда вы покупаете мебель, думайте о том, какую мебель вы хотите, где она будет стоять, куда вы можете, например, купить более дешевую мебель, а куда нужно купить более дорогую. Например, более дешевую мебель можно купить на балкон, а более дорогую мебель в гостиную или в спальню. Поэтому, сопоставив все вот эти вот факторы, о которых я вам рассказала в этом видео, я абсолютно уверена, что вы приобретете красивую и качественную мебель для вашей жизни в Турции. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Благодарю вас всех за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и смотрите все самые полезные ссылки в описании к этому видео. Ну, а мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok